Переход фигуристки Александры Трусовой в группу Светлани Соколовской – главное событие русского фигурного катания в начале нового сезона. Трусова во второй раз в карьере ушла из «Хрустального» от своего тренера Этери Тутберидзе. И вот уже известно, что в субботу, 8 октября Александр впервые публично появится как фигуристка ЦСКА на игре армейского футбольного клуба. Надо сказать, что отношения между спортсменкой и тренером не были слишком безоблачными. Периодически между ними вспыхивали разного рода непонятные ситуации. Вспоминаем самые известные конфликты Трусовой и Тутберидзе. Чемпионат России по фигурному катанию 2020. Слезы в Красноярске. Декабрь 2019 года на чемпионате России 2020 в Красноярск Александра Трусова в свой первый взрослый сезон приезжает одним из фаворитов. На ее стороне любовь фанатов, уважение тренера и вся сила доступных ей четверных прыжков. Однако же в произвольной программе Саша упала с четверного флипа и лутца и вместо четверного тулупа сделала только двойной. Как итог, после проката Саша в слезах зашла за бортик и стала говорить с тренерами. Разочарование от этой неудачи Трусова не могла не скрывать. Кажется, это была лайт-версия легендарной истерики фигуристки после Олимпиады 2022. Весна 2020 года. Трусова внезапно уехала в Египет. Весной 2020, еще до ухода к Евгению Плющенко, вокруг Трусовой возник еще один опиздор. Мало того, что после чемпионата Европы 2020 в Граце слегка досталось от тренеров за растерянную форму, так новая внезапная напасть. Тогда только подходила пандемия коронавируса и шаг за шагом вводились ограничения по профилактике. Команда Тутберидзе, что было сил, продолжала тренировки, но уже было ясно, чемпионата мира не будет. Сезон закрывается досрочно. И тут внезапно выяснилась одна любопытная деталь. В соцсетях команда Тутберидзе появилась фотография, где фигуристы Хрустального на льду в защитных масках. Но на снимке не увидели Сашу Трусову. Оказалось, что фигуристка с семьей уехала в Египет. Их пришлось в пожарном порядке вывозить из Шарм-Али-Шейха в Москву на эвакуационном рейсе. 26 марта на сайте посольства России в Египте появились списки пассажиров, где была вся семья Трусовых. Александра, родители и два брата. Саша вернулась в Россию, но вопросы к ней остались. Вскоре она уйдет из Хрустального. Лето 2020 года. Причина ухода к Евгению Плющенко. Проходит совсем не так много времени и фигуристка весной 2020 года уходит в Академию к Евгению Плющенко. Спортсменка долго молчала, не называя причин своего решения. Однако же в первом большом интервью она выкатила солидный список причин. Главное, это ее сдерживали. Меня не столько расстраивало третье место, а сколько то, что я не исполняла чисто свои программы. На финале гран-при я настояла на том, чтобы в программе были и тройной аксель, и все четверные. Мне разрешили. А после этого снова убрали их на отборочных соревнованиях. Я сначала была против, но потом согласилась в день вступления. Все-таки было важно просто отобраться на чемпионат Европы. Но на чемпионате Европы тренеры опять настояли, чтобы я откатала чисто с тремя четверными. Я всегда хотела прыгать, а меня останавливали. И это не первый год. В этом году хотела исполнить все пять прыжков, уверяла Саша. Осень 2020 года. Трусова уступает новым звездам Хрустального. В осень 2020 года русское фигурное катание вступило в формат внутреннего сезона. И Кубок России стал главным стартом для всех спортсменов. Трусова на первом этапе внезапно умудрилась стать частью скандала. Она уступила по баллам новым звездам Хрустального в короткой программе. И тут разразился тирадой Евгений Плющенко. Саша, ты большая умница. Сегодня ты сделала шаг вперед. Боролась до конца. Завтра новый день и новый старт. Поборемся. А твои сегодняшние баллы я не хочу комментировать. Все мировое сообщество фигурного катания и так все понимают. У Трусовой после первого проката было 75,77 балла. У Дарьи Усачевой 80,39. У Камилы Валиевой 85,10. И это вызывало немало споров по поводу того, что, мол, засудили в пользу фигуристок Тутберидзе Сашу. Но в итоге за счет квадов Александра взяла свое и выиграла этап, опередив почти на 7 баллов Камилу Валиеву. 240,59 против 233,70. Чемпионат России 2021. Саша проигрывает Чербаковой и Валиевой. В декабре 2020 Анна Чербакова выиграла в очередной раз чемпионат России. Однако же не обошлось без новых эпизодов битвы Плющенко-Тутберидзе. И прокат Саши в короткой программе очередное яркое шоу всех участников. Трусова обошлась без тройного акселя, заработав 75,76 балла и заняв после первого выступления только четвертое место. Евгений Плющенко мотал головой, а увидев оценки, сделал жест большой палец вниз. Надо спрашивать у судей, что они там видели. Лучший ее прокат в сезоне, если только из платья выпрыгнуть осталось. Куда лучше? Все вращения достояло, ребро отличное на флипе, лут стулуп прекрасный. Прибавка серьезная, девочка откатала, на мой взгляд, лучший прокат в этом сезоне. Судят так, хорошо будем думать дальше. Завтра день работаем дальше, говорил Плющенко. В итоге Трусова после произвольной стала третьей, уступив Чербаковой и Валиевой. Но за счет этой бронзы и того, что Валиева не могла ехать на чемпионат мира 2021 в силу возраста, Саша получила право поездки в Стокгольм в марте. Олимпиада 2022. Легендарная истерика Трусовой в Пекине. Когда завершились прокаты в женском одиночном катании на Олимпиаде 2022, то эпизод с Александрой Трусовой вошел, кажется, в историю мирового спорта. Поняв, что стала только второй, Саша публично дала волю эмоциям. Она высказала все в лицо Этери Тберидзе. «Ненавижу всех! Никогда в жизни! Никогда! Ненавижу этот спорт! Ненавижу все это! Я не хочу! Я больше никогда в жизни не выйду на лед! Я ненавижу этот спорт! Ненавижу! Так нельзя! Так нельзя! У всех есть золотая медаль, а у меня нет!» – произносила Саша. В итоге ее успокоили, но уже потом, после награждения, стоит отметить, Трусова сняла с себя серебряную медаль Пекина 2022. Не смирилась. Осенью Саша внезапно уйдет из команды Этери Тберидзе во второй и, кажется, последний в жизни раз. Российский фигурист Даниил Самсонов прокомментировал выступление в короткой программе на мемориале Панина Коломенкина. «Последний старт был в январе 2021. Получается, год и восемь месяцев вообще не выходил на соревнование. Сейчас я был на мандраже и при этом рад снова выйти на соревнование, почувствовать, что это такое. Да, прокат не получился, прощение подзабыл, лут в клуб не получился до конца. Поэтому я сюда и приехал, чтобы начинать заново чувствовать, что такое соревнование. Нервы. Обещаю, что с каждым стартом буду лучше и лучше. Я очень старался себя как-то успокоить, понимал, что вроде не такой сложный контент. Но при этом сама атмосфера соревнований, то, что ты один на льду, что сидят судьи и смотрят на тебя, все равно давали какой-то нервяк. С каждым стартом будет лучше. Я буду спокойнее». Субтитры создавал DimaTorzok